Дорогие друзья, утро доброе. 4 октября 2022 года у нас на календаре. Напряженно в мире, напряженно за окном, но при этом мы понимаем всю важность тем, которые мы обсуждаем. Сегодня касаемся одной из важнейших направлений, которые интересуют русскоязычных покупателей зарубежной недвижимости и тех, кто, выражаясь модным словом, решил, например, релацировать себя, бизнес и так далее. Говорить будем сегодня о недвижимости Дубая. Меня зовут Филипп Рейсин, я главный редактор портала Приан, недвижимость за рубежом. И я с удовольствием представляю своих очаровательных коллег, собеседниц, с кем сегодня мы все аспекты покупки, содержания недвижимости в Дубае обсудим. Это эксперты компании FAM Properties Мила Чукурова и Илона Шония. Барышня, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый день. Двух есть, это самое главное. Связь с Дубаем более-менее налажена. Перед тем, как начать, уже погрузиться в вопросы, напоминаю, что у нас традиционно работает чат, в котором вы свои вопросы можете задавать. Постараемся на все их ответить. Если на какие-то не ответим, их можно будет обсудить в частном порядке. Второй момент, это будет ли запись вебинара. Да, она традиционно будет. Мы ее опубликуем в течение нескольких дней. И статью по итогам нашей сегодняшней беседы также на прианду опубликуем. Итак, давайте начинать. Параллельно, я думаю, контакты компании FAM Properties тоже можно будет в чате опубликовать. Параллельно, Мила, тогда, наверное, первый вопрос. Несколько слов о вашей компании. Где вы работаете, с чем вы работаете. Пожалуйста. Так, ну мы представляем компанию FAM Properties. Это одна из лидирующих технологически ориентированных риэлторских компаний в Объединенных Арабских Эмиратах. FAM Properties – это группа компаний полного цикла. Мы представляем услуги аренды, продажи, покупки, сдачи на короткий срок, интерьер дизайна и многое другое. На данный момент у нас более 500 сотрудников и 11 филиалов в самых ключевых районах Дубая. Поэтому в связи с этим нам удалось зарекомендовать себя как надежного партнера. Отлично. Давайте тогда несколько слов со стороны, что сейчас, скажем, происходит или происходило в последние недели в России. Это действительно большое напряжение. Это определенные трудности, связанные и с переездом, и с резко выросший спрос на покупку недвижимости. Как эта ситуация видится из Дубая? Что происходит сейчас? Что происходит в последние месяцы? Что происходит в последние дни? Пожалуйста. Да, ну смотрите, сейчас спрос идет не только со стороны как бы всех покупателей. Спрос идет и из Европы, и из Индии. То есть это самые такие страны, которые больше всего у нас сейчас покупают недвижимость. Почему пошел ажиотаж? Потому что, да, как бы, как все уже, наверное, знают, что Дубай это такое... Здесь нет налогов на недвижимость. То есть здесь достаточно легко открыть бизнес, получить визу. Да, опять же, если вы покупаете недвижимость от 200 тысяч долларов, то вы получаете инвесторскую визу на 3 года. Если ваша инвестиция больше, то есть где-то от 2 миллионов, то вы получаете золотую визу на 5 лет. В связи с этим, конечно, все стали как бы больше инвестировать сюда, в Дубай. И опять же, здесь можно получить хороший возврат инвестиций. Я правильно понимаю, что вы сейчас перечислили аргумент, связанный с получением резидентской визы трехлетней, отсутствие налогов. Это те главные аргументы, которые приводят ваши потенциальные покупатели. Или есть что-то еще? О чем вообще говорят? Ну, как смотрите, всем уже известно, наверное, что Дубай это самый такой... Сейф... Безопасный для жизни. Безопасный для жизни город, да. И он далек от политических, в принципе, да, каких-то разногласий. Поэтому у нас всегда стабильная политическая обстановка в стране. Также очень большой плюс в том, что здесь доступно образование, медицина, что непосредственно является колоссальным плюсом для семей, которые переезжают в Дубай. Поэтому я думаю, что стабильная политическая обстановка также играет свою роль. Позвольте, пожалуйста, вот этот вопрос тоже сейчас важен, особенно в текущей ситуации. Многих интересует. Вы упомянули вот эту резидентскую визу трехлетнюю. Сразу, может быть, забегая немножко вперед. Вот насколько быстро и просто сейчас она выдается? То есть насколько все вот эти структуры, может, или они перегружены, и сейчас какие-то паузы идут, несколько слов об этом. Можно ли? Нет, с этим моментом здесь гораздо все это, все очень быстро и доступно. Самое главное условие, чтобы ваша квартира была готова, чтобы вы получили документ о собственности, который называется Title D. После того, как вы получаете этот Title D, да, опять же, ваш агент, да, либо компания наша, мы можем помочь вам с этим. Исходя из моего опыта, это занимало около максимум двух месяцев, когда клиенты покупали уже… От момента покупки до момента получения вот этого документа. Да, да. Ну, соответственно, там идет, вместе с визой сопутствуют определенные услуги, да, которые необходимы для жизни в Дубае, такие как медицинская страховка, такие как права. Это все идет параллельно. Открытие счета в банке. Открытие счета в банке. То есть все это сопровождается параллельно с клиентом до окончательного результата. Окей, давайте тогда посмотрим на всю эту ситуацию глазами застройщиков. Очень разные цифры, очень разная статистика. На дорогое жилье, на недорогое. Что происходит сейчас с ценами, ну, допустим, с начала этого года? И есть ли какие-то изменения прямо вот в течение последних недель? Пожалуйста. Так, ну да, конечно, цены выросли примерно на 20-25% с начала этого года. Почему? Потому что пошел спрос, естественно. Но мы не дошли еще до того пикового момента, как в 2014 году. Поэтому, как бы, мы еще предполагаем, в ближайшее время эти цены еще будут расти. Вот. Почему они так делают? Опять же, самое главное, в каких районах идет спрос, да? Если это какие-то приморские районы, то, несомненно, квартиры от застройщиков продаются за несколько часов. Из-за этого они видят, что, как бы, их есть покупатели. Из-за этого они поднимают, конечно, цены. Вот. Но опять же, тут идет вообще, как бы, цены еще зависят от рынка на сегодняшний день. Поэтому... Да, пожалуйста. До момента старта продажи они собирают интересы от клиентов, да, на покупку. И интерес превышать в разы. То есть, возможно, заинтересованных, зарегистрированных лиц 14-15 тысяч, а юнитов всего квартир 200-300. И это, естественно, играет свою роль. Очень много желающих. Скажите, вот этот феномен, когда некоторые проекты раскупаются на стадии, ну, по сути, в план, да, то есть буквально в некоторые часы. А некоторые на это уходят, ну, определенное время. Вот в чем здесь, как бы, парадокс? Почему какие-то уходят вот так вот по щелчку сразу, а какие-то на это уходят не то, что часы, а недели, месяцы. И, в общем, и при этом они тоже считаются вполне себе интересными. Да, ну, смотрите, здесь это за первую очередь зависит от застройщика, да, какой застройщик, и от района. Есть такой район, например, как Jumeirah Village Circle. Там достаточно много застройщиков, да, квартиры начинаются от 150-130, скажем так, тысяч долларов. При этом, опять же, застройщики не самые плохие, но из-за того, что район, он расположен вглубь Дубая, да, то есть это где-то будет 20 минут на машине до Дубай-Марина, например, то в таких районах, конечно, они продаются не сразу, но, как бы, по последним нашим данным, да, мы там продавали квартиры очень быстро от застройщика. Поэтому, соответственно, количество земли, да, то есть если мы, допустим, говорим про районы, как Даунтаун или Марина, состоявшиеся уже районы, сформировавшиеся, где остается только один земельный или несколько земельных участков на постройку здания, естественно, спрос повышается, и у многих покупателей есть последний шанс приобрести что-то в этих районах. А если мы уходим в район GVC, развивающийся район как бизнес-бэй, где до сих пор еще есть земля на постройку, соответственно, там такого ажиотажа нет. Давайте, у нас, на самом деле, много вопросов, связанных именно с ценовой ситуацией, поэтому давайте, может, немножко обратимся к карте. Вот такая довольно, с одной стороны, наглядная такая, по сути, 3D изображение. Насколько я понимаю, вот какие из районов, если вот по цифркам говорить, уже по сути застроены, и там уже ничего нет, а какие, наоборот, находятся в стадии, может быть, активного развития? Ну, вот район, допустим, Blue Waters, это циферка 6, если отсюда смотреть на карту. Это тот район, который застроен уже или нет, наоборот? Да, он полностью застроен и функционирует, также функционирует вся инфраструктура, торговые центры, магазины, то есть там нет земли на дальнейшую стройку. Это полностью функционирующий район. Если мы возьмем район Эмар-Бич-Пронт, это циферка 2, он расположен между Мариной и, между Пальмой и Мариной. Очень удачная локация этого проекта. Также проект имеет прямой доступ к пляжу, 750 метров с одной стороны, которая смотрит на Пальму, и 750 метров пляжа, зона, которая смотрит на Марину. Там сейчас запущены проекты, два полностью достроенных проекта, изданы в эксплуатацию. Остальные находятся на стадии строительства, но все от достройщика уже продано. Но теоретически каждые полгода выпускается еще дополнительный проект, так как там еще осталась возможность построить новые проекты. Так что он еще развивается, уходит очень быстро. Скажите, пожалуйста, вы тоже об этом сказали, что какие-то проекты более активно растут в цене, какие-то менее, для тех, кто заинтересован в том числе и в первую очередь в Дубае, как месте для своих инвестиций, для сохранения капитала, это важно. Можно ли сказать, какие объекты и дальше будут продолжать в цене, какие может быть меньше? Есть ли здесь какие-то общие тенденции, общие правила, общие законы, по которым сейчас движется рынок? Ну вот, если мы говорим про проект Бичфронт или мы будем говорить про проект Билотерс, по нашим данным цены будут расти, так как там ограниченное предложение. То есть если ограниченное предложение, соответственно, на одну квартиру 10-20 покупателей, и, соответственно, цена на маркете растет. И это будет продолжаться в ближайшие несколько лет, так как маркет будет расти вверх. Я бы также хотела отметить район Пор-де-Ламе, да, могли бы вы, Филипп, пожалуйста, включить капитал? Он, да, этот проект, он тоже, скажем так, продолжает расти в цене, от застройщика там сейчас все продано, да, но две фазы сданы, полностью весь проект будет готов в 26-м году, поэтому он сейчас очень активно продается на вторичном рынке, так как от застройщика уже все продано, и там невысокие здания, поэтому не так много будет квартир. Из-за этого будут, естественно, повышаться цены на квартиры. А можно, вот если мы опять перейдем вот к этому кадру, Порт-де-Ламе, где он находится, если вот здесь? По цифре 5. По цифре 5. Так, дальше еще район, который находится под цифрой 4, я хотела бы его отметить, это Мадина Джимейра Ливинг. Это один из районов, который сейчас фри-холд на Джимейра, где единственный, скажем так, проект фри-холд на Джимейра. Что такое фри-холд? Фри-холд – это то, когда вы получаете недвижимость навсегда. Не лид-холд, когда вы получаете недвижимость на 99, а навсегда. И это только единственная резиденция в этом районе. Из-за этого идет большой спрос. И опять же, у вас есть еще возможность купить застройщиков, потому что они еще продолжают строить, спускать новые фазы. Также хотелось бы отметить один район, Аль-Барари. Мы его немножко пропустили, пролистнули. Просто хочется сказать нашим слушателям, что те, кто не хотят изменять саму образу жизни, жить в зелени, так как этот проект в пустыне утопает в зелени, и он выгодно расположен близко к школам в Дубае, самым премиальным школам в Дубае. Это один из лучших вариантов для проживания с семьей. Очень тихий, спокойный, уникальный действительно район. И в принципе, уединение с природой в Дубае – это то, чего очень сильно не хватает. А если, опять же, вернуться к карте, этот район, где находится, какой цикл его примерно рассмотреть? Это отмечен цифрой 8 на карте, да? Так как они в пустыне. Окей. Вы смотрите, вы сказали действительно о том, что очень многие проекты, может быть, не до конца, но покупаются инвесторами. Еще на стадии котлована. И я так предполагаю, ну, собственно, мы это даже видели в некоторых примерах, и вы тоже об этом говорили. Есть проекты, в которых одновременно что-то продает застройщик, и точно такой же объект, по сути, уже вторичка, но вторичка в том смысле, что у него просто есть какой-то собственник. В самом здании еще никто не жил. По вашему опыту, по каждой практике, по вашей практике, что выгоднее сейчас? Смотрите, если проект, например, подходит к завершению, да, стойки, да, и у них появляются какие-то квартиры на продажу, и уже когда мы имеем уже перепродажу на вторичном рынке от собственника, то здесь в основном цены не сильно отличаются. Почему? Потому что застройщик тоже видит все цены на порталы, да, как property fund, и поют, сколько-то выставлено цены. Поэтому здесь цена не сильно будет отличаться. Но если вы, например, будете заходить в какой-то проект на стадии строительства, да, там, например, тот же самый порталамер, когда распускали первую фазу, квартира однокомнатная стоила полтора милли... ой, сори, миллион четыреста тысяч дирхам. Сейчас они выросли до двух миллионов, то есть, поэтому в таком случае, конечно, лучше входить на стадии строительства. Ну, также я могу привести пример одного проекта в даунтауне на выходе, то есть, когда оставалось приблизительно полгода до окончания строительства, полгода, восемь месяцев. У меня был запрос, и мы делали сравнение. Получалось, что квартира на вторичном маркете стоила миллион семьсот, но в этом случае клиент должен был выплатить всю сумму сразу. А от застройщика такая же квартира, но этаж был уже более подиумный этажей, низкие этажи, так как все, что высокие этажи, уже были давно проданы, стоило порядка... Разница составляла 120 тысяч долларов между застройщиком и вторичным маркетом. Но когда вы приобретаете недвижимость от застройщика, он также вам предоставляет план платежей. То есть у миллион шестьсот у вас план платежей не оставался. Если вы приобретаете от застройщика, у вас есть расстройщика. Это все зависит персонально от покупателя. Что ему более выгодно на данный момент? Взять расстройщику на пять лет, при этом иметь какие-то положительные плюсы от застройщика. Также он может предложить, допустим, сервис-фри. Сервис-фри это мы называем за обслуживание здания, плата, которая взимается ежепартально. Он может ее, соответственно, убрать. Тоже как бонус покупателю. Скажите, вот, кстати, тоже вопрос поступил. А вот все застройщики что-то предлагают? Рассрочку или какой-то бонус? Или это все-таки тоже очень индивидуально? Нет, смотрите, здесь, в принципе, в Дубае, если вы покупаете квартиру на стадии строительства от застройщика, вам всегда предлагают план платежей. То есть вы платите первоначальный взнос, и за регистрацию квартиры в земельный департамент. И далее каждый полгода вы платите по 5-10%. Основную сумму, да, 50, это, ну, зависит опять же от застройщика, 50-40% или 60% вы платите при получении ключей. То есть здесь все ваши права как бы защищены. И некоторые застройщики, да, если в таких спальных районах, да, они еще предлагают вам от 2 до 10 лет план оплаты после того, как вы уже получили ключи. То есть вы уже можете ее начать сдавать, при этом платить там в течение от 2 до 10 лет. И совершенно не означает, что проект, если вам предоставляют план платежей после завершения строительства, что проект не ликвидный, потому что очень многие приморские районы были проданы как раз-таки с рассрочкой. Уточняющий вопрос, Илона, наверное, вам, что вы говорили про проект Альбарари, это тоже фрихолд? Да, да, это удивительно, но в этой зоне проект фрихолд, да, 100% фрихолд. Следующий вопрос тоже, он касается, наверное, и покупателей, или продавцов-застройщиков, и продавцов, которые, ну, купили инвесторы и сейчас перепродают. Насколько уместно сейчас, вообще, насколько легко в текущих условиях те и другие идут на различные скидки во время переговоров? Ну, потому что, с одной стороны, вроде как, почему бы и не запросить, а с другой стороны, если спрос выше предложения, то, в общем, вроде зачем давать? Ну, да, ну, на этот вопрос отвечу я, так как очень часто мы ведем переговоры с владельцами по поводу скидки и всего остального. После того, как мы определились с выбором недвижимости, наша самая главная задача – это действительно определить, выгодно ли предложение для клиента. Мы ориентируемся на реальные данные, на наш веб-сайт DXB Interact, где вы можете увидеть все транзакции, которые происходящие на маркете, и мы учитываем текущую конъюнктуру рынка и объем спроса. Здесь Филипп сейчас показывает нашу карту, к ней мы вернемся попозже. Да, что я могу добавить к этому, да, из моего опыта мы можем делать предложения владельцу, но зачастую покупатели совершают сами непосредственно одну из наибрубейших ошибок, когда они начинают работать с 10 агентствами одновременно по одному и тому же объекту. Соответственно, что происходит? Клиент сам искусственно завышает цену. Так как если 10 агентств работают с одним и тем же запросом в одном и том же проекте, что происходит? Мы звоним владельцам, и другие 7-8 агентств начинают звонить владельцу. У владельца складывается ощущение, что у него повышенный спрос на его недвижимость. И, соответственно, повышает цену. И такие ситуации происходили неоднократно, когда покупатель не мог получить эту же квартиру за заявленную изначально цену только по причине того, что он сам создал ажиотаж. Поэтому торг уместен. Конечно же, мы ориентируемся на реальные данные и даем предложение владельцу. От себя хотела бы я дополнить, если по поводу того, если вы покупаете, например, от застройщика, дают ли застройщики вам скидку. Конечно, если вы, в том случае, если вы оплачиваете сразу 50%, тем более, если вы оплачиваете сразу всю стоимость квартиры, в таком случае, конечно, многие застройщики пойдут вам навстречу и сделают какую-то скидку. Иногда есть застройщики, которые изначально дают вам специальное предложение и оплачивают 2% земельный департамент. Потому что обычно вы должны оплачивать 4% земельный департамент. Иногда застройщик за вас оплачивает 2%. То есть есть разные предложения. Это зависит от того, как быстро вы выплачиваете свою рассрочку. И также на вторичном маркете у нас также случаи были, когда был план платежей либо после завершения, либо во время строительства. И когда мои клиенты полностью погашали застройщику остаток, они также получали скидку. Илья, вопрос ваш видимо. Обязательно зададим чуть позже про перевод денег за недвижимость с минимальными комиссиями. Скажите, а вот что сейчас происходит с не новой, а так условно говоря, старой вторичкой? Вот те дома, которые были построены и введены в эксплуатацию 5 лет назад, 10, 15 может быть, в тех же самых районах, они стоят дешевле такой же новостройки? Ну, скажем, примерно похожей по характеристикам. И вообще, насколько этот рынок живой и насколько он, как бы сказать, насколько он выгодный, да, для потенциального покупателя? Ну, смотрите, многие владельцы, они предпочитают, многие покупатели сейчас предпочитают вкладываться на вторичный маркет именно недвижимость 5, 7, 10, а то и 15 лет, потому что там очень высокая аренда, доходность от аренды. Выше порой бывает, чем, допустим, в новостройках. Но опять же, надо смотреть точечно на проект. Если, допустим, это здание расположено в даунтауне на бульваре, это всегда будет пользоваться спросом. У меня недавно была транзакция в одном из наистарейших зданий, которым 15 лет, они были одни из первых построенных, там снова сжигательные виды на Пашхалифу и фонтаны. То есть мы показывали миллион вариантов приблизительно по такой же цене, в таком же диапазоне, на стадию офф-плана, либо готовые здания новостройки. Но клиент для себя решил, что это лучшая квартира с лучшим видом, и всегда можно сделать реновацию в квартире. Для этого вы также можете обратиться к нам. Наши партнеры из Холидей Холмс, они смогут вам сделать ремонт, обустроить ее. Поэтому надо точечно отслеживать и смотреть. Но в основном на недвижимость, как мы говорим, здания, которым 5, 7, 10, 15 лет, влияют какие-то факторы извне. То есть там также маркет растет и также повышается цена. Скажи, вот этот момент, когда хотелось бы уточнить, вы знаете, это вечная история. Тут можно спорить об этом бесконечно, что лучше там. Но можно ли сказать, что все-таки, как на духу, качество строительства за последние 10-15 лет в Дубае стало особо. То есть сейчас строят такие фантастические вещи, которые 10 лет назад не строили. Или по большому счету тут такой глобальной разницы нет. Как просто по моим ощущениям. Смотрите, по моим ощущениям, сервис от застройщика, он всегда пытается улучшить и скомпоновать как много больше сервисов в комплексе. То есть если, допустим, вы приходите в какой-то проект, сейчас вы можете увидеть сигарные комнаты или комнаты для отдыха, библиотеки, того, допустим, чего, возможно, не хватает. Или они делают какие-то профессиональные бассейны 25-метровые, кстати, в одном из наших проектов, арки-хайз, эксклюзивных проектов он есть. Поэтому, конечно, застройщики изощряются как могут и предоставляют все больше услуг для покупателей. Но я бы хотела здесь дополнить, да, например, есть такие, да, известные застройщики, как и Марк, их здания в Дубае-Марине, которым уже по 10 лет, они настолько хорошо обслуживаются и они как бы настолько не проигрывают другим новым зданиям, знаете. Поэтому и еще такой момент, да, конечно, постоянно, с каждым годом они пытаются внести какие-то там больше бассейнов, больше спортзал, теннисные корты, спорш, но есть, например, такие здания, они старые, да, вот Бахар, которые на GBR, это одни из самых первых зданий в GBR, но там квартиры однокомнатные, они гораздо больше, чем сейчас, да, то есть раньше, если мы смотрим по истории проектов вообще всех, раньше застройщики делали немножко больше квартиры, да, гораздо больше. Но, опять же, знаете, не хочу вас вводить в заблуждение, так как в Дубае однокомнатная квартира по сравнению с другими странами, они достаточно большие, даже по сравнению с Россией. То есть примерно и размер такой размер однокомнатной квартиры это 70 квадратных метров до 100-120, поэтому... С одной спальней. С одной спальней, да. Поэтому в этом плане, опять же, у нас SquareFit в Дубае она гораздо ниже, чем в других премиальных странах. Окей. Скажите, вот этот вопрос тоже тогда важен для людей, которые подбирают, да, хочется понять, как прицениться, как понять вообще, понять, может быть, историю объекта, понять заочно, может быть, даже не обращаясь к вам. Ну да, во-первых, мы бы хотели сказать про нашу карту, да, которую вы можете вывести сейчас на экран, для того, чтобы наши зрители посмотрели. Она доступна в нашем сайте. Давайте в чате сразу опубликуем контакт вашего сайта, чтобы можно было потом просто по прямой ссылке посмотреть. здесь вы видите, как здесь указана цена за фут, за один фут, и вы сразу поймете, в каком районе приблизительно какая цена. Также вы здесь можете понять, сколько находится в готовом, готовой недвижимости, сколько находится на стадии строительства, какая популяция, в той или иной зоне, какие ближайшие школы расположены рядом с районом и станции метро. Ну, соответственно, это будет очень полезно для клиентов. Ну и, конечно, мы хотели бы вас познакомить, скажем так, с другим, с другой платформой. Эта платформа называется DXB Interact. Это платформа, которую наша компания создала совместно с земельным департаментом, где вы сами лично можете посмотреть все цены за последние транзакции, например, в конкретном здании, в конкретном районе. Вы можете посмотреть, какие районы сейчас более востребованы и в каких районах сколько вы можете получить возврат инвестиций. Также сравнить цены на застройщика и на вторичном рынке. В чате сейчас написали, секундочку, в чате мы написали два сайта, чтобы не было путаницы. Первый – это сайт вашей компании, который мы показали на экране, и вот сайт DXB Interact.com. Если можно, я думаю, мы можем тоже в чате сейчас, вернее, в виде презентации показать какой-то слайд с этого сайта, чтобы было понятно, о чем ты тричь. Ага, вот в двух словах вы оптируете вот сайт. Да, DXB Interact – это, конечно, самый, наибыстрый способ узнать об эффективности продаж любого проекта и узнать отчеты о ходе строительства. Вы можете видеть сейчас, это один из проектов, располагаемых в Дамтауне. Как вы видите, здесь у вас есть доступ к номеру квартиры, которая была продана, дата на момент транзакции, цена, даже здесь указана прибыль, сколько в плюс владелец перепродал свою недвижимость и, соответственно, метраж квартиры. Поэтому по любому проекту вы можете пройтись таким способом. Там есть еще разные варианты поисков, да, можем в дальнейшем, если возникнут вопросы у слушателей, мы сможем ответить персонально на эти вопросы, так как вы можете в поиск также ввести аренду, чтобы понимать, если вы планируете приобрести недвижимость в определенном проекте, чтобы вы имели представление, за сколько вы сможете ее сдать на долгосрочную основу, так как здесь фиксируется только долгосрочная зарегистрированная в земельном департаменте аренда. Поэтому это будет очень полезно. Маркет стал прозрачным, абсолютно прозрачным. Поэтому мы всегда ссылаемся на этот веб-сайт, также, когда мы ведем переговоры с владельцем. Вот недавно у меня был случай, когда я продавала недвижимость, и владелец завышал цену, и в течение двух недель мы вели переговоры после реальных данных, объясняющих то, что самый высокий пик в этом проекте был в 2018 году, и что сейчас у нас есть возможность продать опять же с прибылью для него, но по реальной цене, все завершилось успешно. Поэтому мы всегда используем этот веб-сайт. Окей. Значит, еще разочек, два сайта в сайт компании, где можно посмотреть в том числе стоимость и проектов офф-планы тех, кто уже сейчас прямо в настоящий момент достроены и на первичке и на вторичке, и сайт вот Dinesbinteract.com это уже более такая платформа, следующее историю по сути всех объектов Дубая. Несколько слов тогда давайте вот, Мила, вы сказали о минимальной цене, тоже такой запрос был, я попросил вас вернуться к карте, вот, да, сейчас буквально мы презентацию главную включим, и так, карта, вот она, значит, вот в двух словах, какие районы, вот из всех, если по цифрам говорить, вот топ-3 самых престижных вот сейчас на данный момент, топ-3 самых-самых престижных, это Blue Waters, который по цифре шести, да, Madina Jumari Living, Downtown всегда остается, забегаем более таких в зелень, скажем так, это, как Илон обозначил, район Аль-Бараре, там шикарные виллы, достаточно очень престижный район, ну и опять же Имар-Бич-Фронт, если вы хотите спросить, вот за, когда я обозначила цену 130-150 тысяч квартиры, да, за квартиру, такие квартиры, здесь этот район указан, да, но он будет находиться больше, немножко вглубь от от Пальмы, от Пальмы, можно так сказать. Ну, значит, от какой цифрки, давайте так, куда, право идем от цифрки, Ну, например, вот, да, цифра 2, да, и если мы уходим больше, там здания вот стоят, да, примерно вот этот район Джи-Л-Ти, он уже будет гораздо ниже, чем, по ценам, чем Дубай-Марина, а если мы еще уходим вглубь, да, район Джимейра-Вилл-Черкл называется, там очень доступные цены, при этом я бы хотела бы отметить, что все квартиры там очень хорошо сдаются. В долгий срок? Да, именно в долгий срок, это то, что я хотела вам сказать, на долгий срок, почему, потому что все квартиры, которые вы хотите сдавать на Holiday Homes, они должны быть с видом на воду, с видом на Бурш-Халифу, поэтому это все приморские районы, это Парни-Джимейра, поэтому те квартиры, которые вы покупаете в Парни-Район, они, конечно, будут сдаваться на долгий срок, вы просто будете получать у вас инвестиции, сдавая на долгий срок. Вы знаете, хотел уже перейти к следующей теме, но несколько вопросов было прям непосредственно по ценам и про районы, спросят чуть более подробно рассказать про районы GVT и GVC, ну про GVC вы сейчас сказали, про GVT буквально, диапазон цен, конкретные предложения, чем интересен, кому интересен, и может быть, что еще не менее вам интересен. Смотрите, вообще травмливые эти два района, они находятся совсем рядом, это соседние районы. Я бы со своей стороны рекомендовала GVC, почему? Потому что к нему более проще заехать, заехать и выехать, то есть вы не будете тратить время до заезда в этот район, это первый момент. Второй момент. Секундочку, чтобы сразу по карте ткнуть, вот они где по цифрам, если смотреть? По цифрам они здесь не указаны, как я уже сказала, они будут вглубь города. Мы в правый нижний угол идем, да, вот туда, где дома. где у нас показаны все цифры, да, где расписаны все районы, это вот как раз таки вот в том месте. То есть вот такой темный пидон, понятно, окей. Да, ну и смотрите, это не так далеко, на самом деле, по Дубаю, 20 минут, да, 20 минут, я считаю, что это совсем недолго. Сравнивая с Москвой, когда вы можете потратить час времени от одного района доезжая до другого, то здесь всего лишь 20 минут до Бизнес Бэй или 20 минут до какого-то любого пляжа в Дубай-Марине, например. но цель там гораздо ниже и опять же, сравнивая эти два района, я ссылалась бы больше на Джумейра Village Circle, почему? Потому что у вас там представлены несколько застройщиков, там очень много парков, то есть family community и что еще я хотела бы сказать, что вы можете найти, купить квартиру от хорошего застройщика, но достаточно более низкой цене, чем, например, в Дубай-Марине. Вот можно общаться с профессионалами, они всегда говорят гораздо больше, гораздо меньше, а если все-таки вот цифра, если мы говорим о районе GVC, GVT, ну, хотя бы вы сказали дешевле, чем, где-то еще, какие цифры вы можете говорить? Мила сейчас сказала 150 тысяч долларов квартира, это у нас получается одна спальня, да, это либо одна спальня, либо судьи, да, если мы уходим в downtown, то тут получается от 350 мы начинаем. То есть, по сути, в два раза минимальная цена, даже больше. то есть, это только мы начинаем, а если мы хотим что-то на бульваре, то это уже и 450, 400 и 450 тысяч долларов за спальную квартиру. еще один вопрос, вы с самого начале сказали, что это действительно так, в Дубае активно покупают не только россияне, украинцы, активно покупают граждане со всего мира, а есть ли какие-то предпочтения именно по районам, вот скажем, те районы, которые более интересны, допустим, русскоязычным покупателям, или такую градацию провести из-за курунительных? Нет, конечно, у нас здесь на самом деле делятся районы, и вы заметите, что, например, в Дубае, Марине это язык только русский, да, там все говорят на русском языке, большинство, скажем так, 80%, а есть некоторые районы, где больше предпочитают покупать из Индии, да, инвесторы из Индии, и есть такие районы, да, которые находятся в Дубаилэнд, это уже пустыня, там, где у нас плотно застраиваются виллы, таунхаусы, виллы, в таких районах в основном покупают локалы, то есть наши жители, скажем так, локалы, арабы, арабы, другие этнического происхождения. Поэтому, если мы говорим про нас, про русское население, то мы в основном, они предпочитают покупать квартиры приморские, с видом, ближе к воде, либо там. И еще один вопрос, он к началу нашей беседы отсылает, при получении визы резидента, считается цена квартиры от застройщика или стоимость покупки? То есть цена квартиры от застройщика, то есть у вас идет цена, допустим, 2 миллиона рублей, 2 миллиона дирхам, а дальше вы должны оплачивать 4% земельный департамент, то есть цена идет именно конкретно от стоимости квартиры. Но в связи с последними опять же изменениями, буквально например полгода назад, когда я открывала визу для своих покупателей, а у них стоимость квартиры, то есть должна была быть за одну квартиру. Опять же сейчас правительство идет вам навстречу и вы можете суммировать несколько квартир, то есть чтобы добить до золотой визы, вы можете купить две квартиры, тогда в сумме они будут ждать. Окей, ну и переходим тогда к следующему блоку вопросов, к следующей теме нашей дискуссии, и вот как раз вопрос одной наших зрительниц как раз в кассу, что называется про стоимость аренды. Про аренду давайте сейчас и поговорим, но перед этим я попрошу еще опубликовать контакты компании FarmProperties в нашем чате. Друзья, мы еще примерно минут 15 с вами, если какие-то вопросы есть, задавайте, пожалуйста, или я про ваш вопрос тоже в самом начале помню, обязательно его задам. Итак, давайте несколько слов по аренду. Какие варианты и какие районы под аренду сейчас более интересны, если человек хочет купить и сразу начать на этом зарабатывать? Или по большому счету сейчас сдается все, вопрос просто краткосрочно-долгосрочно? В Дубае всегда сдается все, просто вопрос в том, что либо это долгосрочная аренда, либо это краткосрочная аренда. Если мы возвращаемся в район на GVC, то, конечно, как Мила уже говорила, это будет долгосрочная аренда. Если мы говорим про приморские районы или центр, мы говорим про даунтаун, то здесь, конечно, оптимально сдавать как и на длительный срок, так и на короткосрочный срок. В чем у нас будет различие между двумя этими вариантами? Если вы сдаете на долгосрочный, то вы сдали, и, соответственно, уже ваш квартиран живет на год. Это мы и называем долгосрочной арендой, когда клиент подписывает с вами договор на аренду на год. Но если вы сдаете на короткий срок, это у вас в дальнейшем будет возможность приезжать в квартиру, посещать ее. Бывают такие ситуации, когда вы хотите приехать, отдохнуть и посетить. То есть это также является плюсом. Какие различия? Если мы говорим про долгосрочную аренду и короткосрочную, короткосрочная обычно приносит на 10-15% минимум. Это выше, чем долгосрочная аренда прибыли. Если это Приморский район, то прибыль выше на 30-20-30% чем от долгосрочной аренды доходной. Поэтому в принципе мы всегда готовы помочь с кроткосрочной арендой, так и с долгосрочной арендой. Краткосрочная аренда занимается наша компания Holiday Homes, которая может также обставить вашу квартиру изначально. По стандартам Министерства туризма, для того, чтобы вы имели возможность давать ее, мы должны подписать контракт с Министерством туризма на оказание услуг. Приблизительная стоимость мебели, потому что это тоже очень многие спрашивают, сколько мне нужно будет положить, для того, чтобы я мог обставить квартиру и потом в дальнейшем сдавать на короткий срок. Но вот мой ответ, если это стандартный пакет, односпальная квартира, начиная от кухонных принадлежностей, заканчивая мебелью, это стоит порядка 10 тысяч долларов и выше. То есть, если это две спальни, то соответственно 16 тысяч долларов, если это три спальни, то еще выше. А можно чуть-чуть подробнее, вы сказали, что Министерство туризма должно дать разрешение, сколько стоит это разрешение, в чем оно заключается и следующий момент, если такое разрешение дано, что обязательно должно быть в квартире, как регламентируется? Ничего сложного в этом нет, это опять же берет на себя все обязательства на школе Тэй Холмс и мы знаем стандарты, соответственно, которые должны быть соблюдены в квартире и даже если у клиента уже он приобрел недвижимость, которая с мебелью, мы начинаем проверять и давать советы, что нужно докупить для того, чтобы у вас была возможность получить разрешение. Ничего сложного в этом нет, технически все документы отправляются нашим Холли Дэй Холмс и получается разрешение на короткосрочную аренду. На долгосрочную аренду также процесс в принципе достаточно простой, выезжает агент, мы делаем видео, фото объекта, выкладываем на определенные порталы, которые у нас есть в Дубае, делаем показы, заключаем контракт. Как меняются, например, с начала года процены, вы сказали, что где-то 20-30 процентов в некоторых проектах, но это стоимость недвижимости, а если мы говорим о стоимости аренды, как меняются арендные ставки сейчас и в текущем моменте насколько вообще реально что-то снять или спрос такой, что в некоторых проектах уже ничего войне? Дубай является в принципе городом, в принципе Объединенные Аравийские Эмираты являются страной экспатов. И естественно та ситуация, которая произошла в ковиде, мы не можем ее не отметить, когда очень многие потеряли работу, либо просто по каким-то определенным причинам застряли в каких-то других странах, либо им просто пришлось выехать. И когда естественно спрос на аренду понизился и цены на аренду снизились. После того, как ковид закончился, это началось с прошлого года, маркет стал расти. Естественно в определенных объектах очень димитированный сток. Если мы хотим квартиру в отельных апартаментах с видом на Луш-Халифу, то соответственно этих квартир не так много. Естественно цена продолжает расти и она заметно выросла с прошлым годом и это в принципе объяснимо. Я хотела немножко наполнить здесь прям привести свой личный пример. Я хотела переехать из виллы в квартиру и я смотрела цены где-то в феврале в январе этого года. Цена была за один бедром где-то 70-75 и буквально я посмотрела где-то две недели назад цена за эту же квартиру была уже 100-110 тысяч. Поэтому цены я бы сказала именно за этот год на аренду они очень хорошо выросли. Речь идет вот давайте так вот приезжает сейчас человек и он хочет снять что-то на долгий срок. ну это реально то есть я опять же говорю что например в некоторых районах Турции это просто невозможно правда там история такая что людям еще надо ВНЖ получить параллельно а вот если мы говорим про Дубай как у вас найдете что-нибудь? конечно это реально потому что в любом случае мы у нас есть текучка определенная когда один я допустим сдала в прошлом году одному арендатору и сегодня он хочет уже съехать соответственно я уже нахожу другого арендатора этой недвижимости поэтому если допустим на сегодняшний день квартиры подачу нет то в любом случае завтра квартира в том объекте в котором интересует клиента она в любом случае выходит на маркет поэтому в Дубае есть недвижимость понятное дело что где-то будет сложнее или нужно будет соглашаться на условия владельца по контракту так как ограничен сток но в любом случае с этим проблем не будет и да обязательное условие что если вы хотите сдать квартиру на снять точнее квартиру на долгий срок у вас должно быть резидентство здесь у вас доника Emirates ID то есть вы сначала должны получить Emirates ID а после этого уже искать себе квартиру для аренды окей тот же вопрос от Алены все-таки она конкретно приблизительная но все равно стоимость аренды односпальных апартаментов в районе GVC на какую сумму примерно можно ориентироваться можно сам иметь такая средняя цена в GVC она будет 40-50 тысяч дирхам в год я вам могу сейчас делите делите чтобы мы сразу ее в доллар в евро смогли 50 тысяч дирхам это будет где-то 13 тысяч долларов в год вы можете оплачивать помесячно вы можете оплачивать несколькими чеками то есть 2-3 раза 4 раза в год это будет уже от вашей личной договоренности с хозяином квартиры Илона вы кажется сказали о том что фампропертис и ваше подразделение занимается именно сдачей в аренду и вот вопрос что нужно как раз от нашей зрительницы что нужно чтобы получить ID для заключения договора долгосрочной аренды и вообще чисто технически как это происходит хорошо вот у меня есть квартира я ее там приобрел или вилла сколько вы берете за свои услуги как определяется вообще в порядке взаимоотношений если мы говорим про ID да как получить ID если вы приобретаете недвижимость мы уже говорим про инвесторскую визу это одна ситуация если вы находите в дубовод устраиваетесь на работу тогда работодатель соответственно делает вам визу рабочую визу и на которую уже если вы открываете здесь бизнес также открывается компания и вы уже делаете визу на компанию на свою поэтому есть разные вариации самое самое главное что итог один и тот же визу вы получаете да ну то есть еще раз ID это или инвесторский когда ты покупаешь объект по определенной цене или это история связанная с открытием компании или это история связанная с тем что ты получаешь что ты работаешь да да конечно да и ID это в принципе является подтверждением того что у вас есть виза потому что сначала клеивается виза копия визы в ваш паспорт и потом в дальнейшем через недели две три выпускается ID поэтому ID уже в дальнейшем происходит открытие счета в банке и соответственно арендатор жилья еще один уточняющий вопрос правильно ли понимает наш зритель что все общение и отношение между арендатором и арендодателем в Эмиратах происходит через компании как Fum Properties или есть какой-то такой другой рынок скажем так на самом деле ну смотрите Fum Properties это ну скажем как я уже сказала в начале это одна из лидирующих риэлторских компаний в Тупай конечно и здесь их многочисленное количество с кем вы можете заключать такие контракты просто я бы хотела отметить что вы здесь должны правильно выбирать агента который будет с вами скажем так полностью помогать вам со всеми документами также коммуницировать с он с продавцами с арендодателями поэтому иногда арендодатели они именно работают с агентом я просто немножко перефразирую вопрос известны ли вам примеры когда вообще не через компанию это делают то есть люди как-то самостоятельно занимаются конечно я думаю что такие варианты были но здесь ваши права никак не защищены если вы заключаете контракт именно с риэлторской компанией и с арендодателем вы заключаете его на год а если вы пойдете сразу напрямую к арендодателю то он вас может без контракта он может вас выдать через две недели поэтому чтобы ваши права были здесь защищены также есть определенные моменты в контракте которые клиент должен знать когда он снимает жилье для очень многих становится сюрпризом пенальти пенальти это мы называем сумма которая взимается если арендатор съезжает раньше положенного срока то есть многие об этом не знают для того чтобы избежать недопонимания и разбираться во всех вопросах и в своих правах лучше конечно же чтобы агент вам конкретно рассказал что будет если вы съедете раньше или что будет до какой суммы какая-то поломка в квартире до какой суммы компенсируете вы и от какой суммы начинает компенсировать уже владелец это все должно быть прописано для того чтобы в дальнейшем не было недопонимания вопросы по аренде прям поступают похоже тема болезнь такая важная вот вы называли цифру 50 тысяч дирхамов это будет квартира без мебели или если снимаешь на год полтора квартиры уже сдаются как правило с мебели то есть тебе ничего не надо ну смотрите здесь в Дубае сдаются в основном я бы сказала квартиры без мебели но у вас идет иногда встроенная кухонная техника холодильник газовая плита то есть полно полностью чистовая отделка иногда вы снимаете квартиру с мебелью вот и за это конечно арендодатель взимает какой-то депозит да если вдруг мебель будет депозит у нас если квартира не мебелирована это 5% от стоимости аренды если квартира мебелирована то это 10% депозит депонируется и когда по истечению контракта или вы просто решили съехать вы съезжаете этот депозит возвращается соответственно обсматривается квартира если нет никакого ущерба владельцу он полностью возвращает вам эту сумму поэтому этот депозит то есть правильно ли я понимаю что квартира сдаваемая в долгосрок или снимаемая в долгосрок она изначально может быть как с мебелью так и без мебели то есть это абсолютно друсья ну смотрите у нас на самом деле практически на все вопросы мы ответили все-таки вернусь к вопросу коллега вот еще вопрос о бизнес-бейс сколько стоит аренда с видом на высоком этаже назовите пример сейчас очень мы наблюдаем рост цен на бизнес-бей так как бизнес-бей располагается в самый ближайший район к даунтауну и в принципе там располагается граница между бизнес-бейом и даунтауном многие даже не знают где эта граница то есть сразу выходишь из даунтауна и плавно перетекаешь в бизнес-бей поэтому односпальные квартиры это 80 тысяч дрхам и 90 да 70-80 90 тысяч дрхам если в доллары говорите это где-то от 18 и выше от 18 тысяч долларов и выше опять же зависит от вида этажа мебелированные или нет так как именно на бизнес-бее очень много сервисных апартаментов которые уже заведомо мебелированы и соответственно там выше цена окей еще один вопрос какова стоимость услуги по сдаче квартиры в месяц если через управляющую компанию если собственно вообще проживает в другой стране от чего эта сумма зависит в основном это зависит от компании Holiday Homes конкретно наши партнеры они взимают от 15 до 20 процентов да это будет зависеть сдается ли квартира посуточная либо помесячная то есть если помесячная они берут 15 процентов если посуточная они берут 20 процентов это именно мы говорим про короткий срок а про долгосрочную обычно со стороны клиента взимается комиссия с арендатора а арендодатель ничего не платит еще раз уточню цены которые вы называли 18 тысяч или 80 тысяч дирхамов это цены годовые то есть за год да это цена за год и там есть расходы это приблизительно 5 процентов комиссии и еще будет обязательно нужно учитывать депозит потому что депозит возвращаемый в случае если проблем никаких возвращаем абсолютно возвращаем еще один вопрос в Дубае огромные сложности для пешеходов есть ли видна ли градация цен в зависимости от удаленности от метро или в Дубае это не стоит критично ну я бы сказала что здесь не так критично здесь в основном цены зависят от расположения здания не всегда за и конечно это плюс но смотрите здесь в Дубае практически у всех есть машины поэтому поэтому здесь на это на не влияет еще один вопрос мы уже через час перевалили но уж давайте поотвечаем просит рассказать про район Шопа Хартленда Зизи Ривьера давайте это я расскажу да этот сейчас район называется Мухаммед Бен Рашид он находится полностью под патронажем нашего шейха да и он сейчас активно застраивается то есть сейчас там все несколько застройщиков таких как вот Шопа вы сказали Зизи Мах Эллингтон там планируется делать уже запустили канал да то есть который мы сейчас называем Лагуна вот эти этот район это мы больше будем рассматривать на долгосрочную деятельность очень выгодно купить квартиру вот именно вот сейчас да и потом в течение пяти лет когда район будет застраиваться больше тогда уже ваша инвестиция будет расти если да опять же сравнивая этих застройщиков да смотрите Шоба она вообще этот застройщик отличается высоким качеством квартир да то есть у них цена достаточно может быть немножко выше чем у Азизи да так как качество выше если мы возьмем застройщика МАК то у МАК там цена за сквер фи именно идет ниже то есть у них квартиры немножко больше чем у той же Шобе вот поэтому в принципе все проекта действительно есть большое будущее во-первых этот проект очень близко располагается к Дубайскому финансовому центру а как мы знаем Дубайскому финансовому центру очень большая проблема с арендой жилья или с покупкой потому что не хватает квартир также он расположен близко к Гонтауну к бизнес-бэю к самым центральным бизнес-районам сейчас новую дорогу да и вот я сама лично засекала время от бизнес-бэя от нашего офиса до селса Шобы занимает примерно 7 минут 7-10 минут максимум если вдруг вы там встанете на святополь окей ну смотрите наш коллега Рошан уже ответил практически на все вопросы продублировал часть ответов которые вы задавали но был вопрос вот у Ильи в самом начале про самый простой путь перевода денег и с минимальными потерями я понимаю что этот вопрос с одной стороны может быть уже частный но буквально несколько слов давайте может быть уже завершая нашу беседу про перевод про покупку с этим связанным как сейчас все это делается да скорее всего на этот вопрос мы бы хотели ответить наверное лично Илье потому что ну как бы здесь не все так мы лучше ответим в частном порядке но опять же таки сказать что у нас есть какие-то проблемы у нас проблем с этим нет да на данный момент у меня проходит трансфер да поэтому в принципе все идет гладко и без каких-то максимальных затрат окей ну Илья телефоны есть пожалуйста звоните я думаю что это финансовая тема не знаете такие их особо на всеобщее обозрение выпускать не всегда корректно давайте тогда уже действительно будем закругляться я еще раз с удовольствием представляю Милу Чукурову и Ланушини эксперты компании Fun Properties мне кажется час пролетел по сути незаметно напоминаю что по итогам мы опубликуем и статью и весь вебинар вы уже завтра сможете в ютубе посмотреть ссылочку всем зарегистрированным мы обязательно пришлем и в нашем телеграм-канале Бряновском это тоже будет ну тогда наверное девушки от вас такое последнее слово нужны какие-то последние мысли рекомендации что бы вы хотели сказать нашим зрителям мы бы хотели вам сказать несколько скажем так лайфхаков когда вы будете покупать недвижимость в Дубае поэтому Филипп могли бы вы там первый слайд нам показать по лайфхакам давайте сейчас найдем где у нас лайфхаки да ну первый слайд я уже про него подробно говорила для того чтобы не было дополнительного ажиотажа на квартиру и владелец не превышал цену не завышал цену для этого лучше найти профессионала и идти с ним который будет являться в пути водителем для вас на рынок недвижимости в Дубае и идти с ним уже до конца потому что только мешает так но это больше скажем так мне подходит всегда работаете с агентом при покупке от застройщика почему это важно потому что если вы пойдете напрямую к застройщику да он вам предложит не самые выгодные апартаменты которые последующим нужно будет вам продавать если вы идете с агентом то мы с вами лично разбираем все планировки рассматриваем куда будет выходить квартира потому что это играет огромную роль потом передачи и аренды в последующем да и хотелось бы дополнить к этому слайду что квартира естественно с видом если мы даже сделаем сравнение видовые квартиры всегда продаются на 30 процентов дороже с прибылью на 20-30 процентов выше прибыль чем у квартир видом не самым премиальным поэтому это является ключевой точкой для выбора окей смотрим дальше так смотрите как я уже сказала используйте профессионалов при приемке недвижимости от застройщика что здесь имеется ввиду когда вы получаете квартиру то есть вы купили квартиру на стадии строительства и когда строительство подходит к завершению называется это хандовы когда вы получаете ключи вот до того момента как вы получаете ключи мы есть такая услуга которая называется снаггинг она стоит абсолютно недорого но это профессионалы которые приходят в вашу квартиру и проверяют всю вашу квартиру на наличие каких-то недостатков ну это может быть дефектов да это может быть связано с кондиционером с другой может быть где-то протекать вода поэтому до того как вы будете получать ключи вы должны сделать этот снаггинг потому что если вы сделаете его вовремя то компания застройщика она должна обязательно вам все это дело исправить обычно это занимает от двух недель до трех месяцев примерно вот так в зависимости от сложности работы но также хотелось бы подчеркнуть добавить к этому лайфхаку что многие многие как сказать в самом смысле застройщиком многие также являются гарантией у застройщика допустим это окна замена окон то есть если есть какие-то эффекты прообнаженные позже застройщик без проблем приходит в течение шести месяцев а то и до года все зависит непосредственно от контракта с застройщиком он устраняет все неполадки то есть это все входит стоимость квартиры окей ну и наконец четвертый лайфхак от того о чем вы говорили мы говорили про долгосрочную аренду опять же мы говорили о том что на 10 на 15 процентов выше долгосрочной аренды это в бизнес районах если это приморские районы то на 25 на 30 процентов выше чем от долгосрочной аренды вот вам пожалуйста реальные цифры окей ну что ж дорогие друзья спасибо огромное что были с нами я тоже буквально пару слов от себя скажу я хочу благодарить Милу и Илону экспертов компании фан пропертис пожалуйста контакты их на экране у вас есть пожалуйста можно обратиться в любое время мы живем очень непростые времена и те решения которые раньше казались просто немысливыми сегодня оказываются единственное возможное желаю всем любви добра и мира чтобы все чудовищные тревоги которые очень многих сейчас касаются прошли стороной и чтобы поскорее действительно мир стал таким каким мы хотим его видеть все на самом деле все люди доброй воли я в этом нисколько не сомневаюсь и я еще раз с огромным удовольствием благодарю моих очаровательных совмещенец спасибо вам большое думаю спасибо за такую возможность и да если что если будут какие-то вопросы мы с радостью можем помочь с открытием визы со всеми даже если будут вопросы связаны с недвижимостью пожалуйста обращайтесь и мы всегда на связи в текущих условиях это очень ценно компания фампропертис Милы Чукурова Илона Шони и Филипп Березин главный редактор парня недвижимости за рубежом спасибо вам большое и до встречи до свидания до свидания